Музей Международного Музеотического Клуба Приглашаю вас сегодня в шатер «Иммунфикшн» на книжную ярмарку «Красная площадь» поговорить об издательской программе Музея, о том, насколько важна публикация и вот научный оборот данных о частных коллекциях, о том, какой простор дает мемизматика, как увлечение человеку, поскольку это и про историю, и про живопись, и про культуру в самом широком смысле слова. Я с удовольствием передаю слово эксперт Музея Богдану Берковскому. Большое спасибо. Сегодня я буду говорить, конечно, о монетах и книгах, поскольку сам формат и повод для этой беседы предполагает именно такой разрез. И, говоря о нумизматике, ну, конечно, нужно сказать, что это такое. Сухой, строго определяю, нумизматика — это вспомогательная научная дисциплина, то есть наравне с эпиграфикой, с фрагистикой. Не совсем получается наука, то есть она помогает истории в чем-то разобраться, но и, естественно, не развлечение. Хотя другое, более обыденное значение слова «нумизматика» предполагает все, что связано с монетами. И сами монеты, и коллекционирование монет, и тех, кто этим занимается, то есть самих нумизматов. То есть, по большому счету, нумизматика — это целый мир, и это культура. Или, проще говоря, наверное, все-таки часть большой человеческой культуры. Как говорил Юрий Михайлович Лотман, культура — это совокупность генетически наследуемой информации о поведении человека. И здесь мы видим, что в этом определении культуры есть обращение к прошлому, то есть к чему-то, что было раньше. И, опять же, даже если вдуматься в слово «культура», что это? Это изначально возделывание, то есть агротехника, то есть взращивание, искусство взращивать на своем, на деле, на своем маленьком участке почвы каждый год что-то новое. И чтобы оно не оскудевало и развивалось во времени. Поэтому время и культура во многом — это тождественные понятия. При чем же здесь нумизматика? Нумизматика всегда обращена в прошлое. Мы не можем коллекционировать монеты будущего. И, говоря о коллекционировании, мы всегда понимаем, что это проявление культуры, причем часто довольно рафинированной культуры. Так в чем же суть нумизматики? Конечно, это коллекционирование. Даже если мы говорим о нумизматике, как о науке, все равно она зиждется на нумизматических коллекциях. То есть на монетах она безотрывно существует от материала своего следования и в качестве источника использует монеты. Но нумизматика и коллекционирование монет — это еще и спорт. То есть нумизматика как спорт и нумизматика как наука, они, казалось бы, должны противоречить друг другу. И часто ученые, нумизматы снисходительно относятся к нумизматам-коллекционерам, считают, что они занимаются ерундой, закрывают ячейки, собирают монеты по номерам, по книгам, каталогам. Но так было не всегда, и даже сейчас это совсем не так. Потому что коллекционирование монет любительское. В общем-то, одна из немногих сфер деятельности, в которых можно действительно достичь многого, как в науке. Можно параллельно провести любительскую астрономию. До сих пор совсем необязательно работать астрономом и служить на обсерватории, чтобы совершить астрономическое открытие. И название комет, разнообразных, названных по имени их открывателей, их первооткрывателей, свидетельствует об этом, очень много любителей. Поэтому, строго говоря, и это можно принять как постулат, каждый может в нумизматике достичь многого и достичь научно значимого результата. И это часто совсем не связано ни с ресурсами, ни с деньгами, ни с какими-то другими возможностями. Но в чем же суть, если объединить как-то в одну мысль собирательство монет? Ну, наверное, проще всего сказать, что это поиск индивидуального в массовом, потому что монеты — это произведение тиражное, это массовая чеканка. Многие, даже древние, античные монеты чеканились миллионами экземпляров. До нас дошли, допустим, сотни тысяч и тысячи. Среди них, естественно, нумизмат ищет что-то особенное, что-то необычное, и то, что выделит его из сонма других собирателей. То есть каждый хочет найти редкость. Поэтому здесь вот эта спортивная составляющая есть даже в научной области. И когда мы говорим о коллекции, у нее всегда есть создатель, владелец, тот, кто вложил средства, душу, свой талант в нее. И коллекция ценна как комплекс, как общность, как отражение ее создателя. И очень часто коллекция существует ровно столько, сколько отведено жизни ее владельца. Потому что часто в ней даже никто не может разобраться. Ни наследники. Часто коллекционеры — это одинокие люди. Не, естественно, не в бытовом плане, а в плане возможности делиться своими переживаниями с теми, кто им сочувствует. Сейчас, конечно, с этим проще. Но, так или иначе, провинанс монеты — это последовательность владения. Это ее история. Ее персональная история и биография. Поскольку монета, конечно, особенно, которая несколько тысяч лет, сменила многих владельцев за эти годы. Но как же это так получилось, что мы считаем, что нумизматика, коллекционирование, часть культуры, откуда это пошло? Кажется, что так было всегда. Наверное, нет. Потому что, хоть и говорят, что это зародилось в античности, а у нас всегда все хорошее зарождается в античности от архитектуры до и коллекционирования монет. Наверное, это не так. Потому что источников о том, что кто-то коллекционировал монеты, фактически особо не сохранилось. Есть намеки на то, что монеты могли использоваться как доводы в спорах историков, как исторический источник, как некая, может быть, красивая штучка, которая вместе с перстнями, энталиями, геммами хранилась в каких-то сундуках правителей, и какие-то древние предметы там тоже были представлены. Как артефакт. Да, как интересный артефакт древности. А вот этот вот интерес к древнему, это как раз и признак, как я считаю, культуры. Но всплеск этого самого интереса произошел в эпоху Возрождения. И именно тогда и появилась нумизматика. Правда, конечно, вначале скорее как спорт. И одним из основных проводников и документально известных представителей того нумизматического сообщества был Петрарко, который занимался сбором, коллекционированием, продажей и пропагандированием нумизматики и древних монет, но не как, естественно, науки, а как возможности воочию увидеть тех великих представителей древности, великих императоров, правителей. И он мотивировал смысл комплектования коллекции именно тем, что правитель современности может ощутить сопричастность тем древним властителям, тем людям, которые изображены на монетах. А феномен римского портрета позволял на монетах увидеть и эмоции, и характер, или додумать этот характер. Они восхитительно передают индивидуальные черты. Таким образом, первое столкновение, здесь я подхожу к теме нашей беседы, монеты и книги произошел именно тогда. Интерес к биографиям древних породил необходимость эти книги иллюстрировать. Что стало иллюстрацией? Первой иллюстрацией этих книг стали монеты. И жизнеописание 12 цезарей, свитония и многие другие книги в жанре имагенес, иллюстриум, то есть жизнеописание известных людей, они прежде всего были были иллюстрированы изображениями монет, либо уж чем-то другим, но что опять же очень было похоже на монеты. Отсюда же появление собственно итальянской медали, которая очень часто копировала античные образцы. Конечно, то, что становится популярным, вызывает интерес у многих, во всяком случае, у многих в данном случае, правителей, состоятельных людей, и постепенно начинают комплектоваться вот такие мюнцкабинеты. Тогда это выглядело в истинном смысле слова мюнцкабинет как шкаф, заполненный разными древностями, натуралиями, то есть теми же самыми геммами, монетами, медалями, какими-нибудь кораллами, жемчугом, камнями и всякими интересными вещами. Монеты были вот в этой области интересных маргинальных предметов, которыми в конечном счете также комплектовались кунсткамеры. Но следующее столкновение нумизматики и книги происходит тогда, когда уже задача коллекционирования приобретает вот этот спортивный уклон и нужны своего рода каталоги. То есть как комплектовать коллекцию, нужно на что-то опираться, как понять, что покупать в конечном счете. И тут же рождается уже и нумизматический рынок, к нему мы вернемся позднее. Появляются своего рода полупрофессиональные нумизматы, то есть такие преимущественно врачи или юристы, как Губерт Гольц, Жан Вальян, Ратте де Багари, они путешествовали по Мюнск-кабинетам и плодами их трудов были книги, в котором собирались не монеты из одной коллекции, а монеты по одной теме. Например, все греческие монеты, которые я встречал и ценность этих изданий уже сейчас сложно переоценить, потому что здесь мы касаемся впервые провинанса, которые можно проследить до тех далеких ренессансных времен. И некоторые из этих монет до сих пор лежат по европейским музеям и частным коллекциям, и их можно опознать. Это замечательно и восхитительно, когда предмет имеет историю владения, сопоставимую с его возрастом. А мы говорим опять же о предметах в две тысячи лет истории, в тысячу, полторы. Но в чем была проблема этих книг? Если что-то не находилось, оно все равно должно было быть. Гуманизм того времени не терпел пустоты и несовершенства. Если был Минотавр и царь Минос, значит, должны были быть монеты. И пусть мы их не знаем, давайте будут те, где изображен бык с человеческим лицом, монеты города Гела на Сицилии. На Сицилии не было Минотавра, но зато соответственно эти монеты приписывались минусу. И множество такого рода ошибок. Если чего-то нет, значит, надо придумать. Не было монеты Нее, будут монеты Нее. Поэтому когда мы видим в этих книгах некие монеты и не находим им параллелей в современных коллекциях, каждый раз возникает вопрос, она потерялась за это время или ее просто придумали. Это не очень научно. Но тем не менее, вот из этих путешествий нумизматических родился материал для нумизматики как науки. И первым ученым нумизматом мы считаем Эккеля, который систематизировал монеты. Он их расположил, сейчас мы говорим про античные монеты, по географическому принципу, так называемый перепол Средиземного моря от Сицилии и по кругу возвращаясь, то есть от Испании и по кругу возвращаясь через Кольфаген снова в Испанию. Эта система существует до сих пор. Так мы касаемся истории коллекционирования, истории науки и вот этого самого нумизматического провинанса. Но что было в России? В России монеты стали собирать в XVIII веке, как всегда, все связано с Петром. То есть, может быть, кто-то и раньше собирал. Например, мы знаем, что иметь в качестве оберега монету Константина Великого на Руси было почетно распространено, но, во-первых, подходила любая монета, на которой написано Константин, или вообще любая какая-нибудь старая непонятная монета. В ней проковыривалась дырка, ее носили. Вот монета Константина Великого, что, конечно, не является ни нумизматическим аспектом бытования монет, ни уж тем более научным. И вот с Петром в России появляется первый Мюнскабинет. Это медальный кабинет Кунсткамеры. Постепенно на западный манер уже появляются частные монетные кабинеты. Расцвета все это достигает при Екатерине. Начинают чеканиться так называемые новоделы, то есть то, чего не было, но должно быть. Для чего это было нужно? Чтобы подтвердить через нумизматику легальность правления, историчность и право преемствования вот этой вот структуры власти на Руси, ну и столь же достойную историю, как и у западных соседей. Коллекция монет стала делом приличным, важным, существенным в образовательной точке зрения и дворянин мог вполне заниматься лошадьми, дамами, войной и собирать монеты. Читать книги уже, может быть, было не совсем прилично. Поэтому в основном собирали или покупали готовую коллекцию, ну или, как всегда, поручалось это кому-то. но произошел... Есть у нас наиболее известных лекционеров много Екатерининского времени? Ну, Екатерининского времени, наверное, все-таки она сама. И вот, например, очень любопытна история ее личного врача, который как раз ее прививал отоспы. Он коллекционировал медали и монеты. Тогда особой разницы не было. И когда он уезжал к себе на родину в Шотландию, ему была подарена полная коллекция русских медалей, которая, собственно, там и просуществовала до нашего времени. Это Димсдейл его фамилия. Вот один из таких примеров. Потом сложно сказать, у кого не было коллекции. была коллекция замечательная у Строгановых. В том числе на основании этой коллекции развивалась учебная коллекция будущего училища, которая экспонировалась и в нынешнем училище Штиглица. Все это было очень важно с образовательной точки зрения. Были такого рода церковные коллекции, где собирались монеты с именами святых, Константин Великий, Ирина и многие другие преимущественно византийские императоры, которые служили подтверждением хронологии существования церковной истории и библейской истории, потому что туда же входили как правило что-нибудь серебряное с Ближнего Востока в качестве серебряника и тому подобное доказательство существования исторических событий. Это во все времена было очень важно. Даже сейчас, когда мы смотрим на монеты от первой до последней, мы понимаем, что Фоменко здесь поместить как-то некуда. Очень все хорошо, складно благодаря нумизматике ложиться. Но вернемся к русскому собирательству. Безусловно, в сословном обществе нумизматика и коллекционирование были в основном доступны только правящему классу, в лучшем случае дворянству, а в основном конечно более состоятельным вельможам. И самого большого успеха здесь наверное достиг наш августейший нумизмат, о котором собственно и повествует вот эта книга великий князь Георгий Михайлович. На его коллекции я остановлюсь чуть позже, но скажу, что его интерес к нумизматике ознаменовал важнейший переход в России от спорта к науке. Он осознал свою коллекцию не просто как сборище интересных монет, которые доказывают, что раньше что-то было, то есть такое вот доказательство существования культуры. Он ее осознал как источник и основу для изучения как раз собственно уже монетного дела нумизматике и поручил заняться сбором именно источников по истории монетного дела. Да, то есть вот это знаменитое и лучшее до сих пор издание корпус русских монет наиболее полный каталог по русским монетам был создан его трудами. Но нас он интересует прежде всего тем, что его коллекция это наверное лучший провинанс который нам доступен нам как нумизматам коллекционерам современности. Потому что обладать великокняжеской монетой возможно практически любому нумизмату нужно только везение счастье и знание наверное и какой-то ряд счастливых случайностей. То есть вот этот лучший провинанс он приводит к тому что нам важно мемориальное значение той или иной монеты. Нам важно что именно эта монета была в коллекции Энрика Каруза. Это делает ее чуть-чуть более интересной более ценной. Нам важно что это из коллекции великого князя Георгия Михайловича или его брата Александра. Почему это происходит? Наверное вот именно в этом есть ткань нашей культуры. Нам нужно чувствовать причастность к делам прошлого. Как уничтожить время, да? Да. То есть иметь возможность прикоснуться не только к Нерону но и к тем людям которые вот этот хоровод до Нерона доводят благодаря его монете. Но все не вечно и с приходом советской власти нумизматика стало уже не спортом и не наукой а незаконным оборотом драгометаллов. Поэтому говорить о развитии преемственности и причастности уж не дай бог к великокняжеской коллекции здесь уже не приходилось. большинство коллекций в том числе вот этих аристократических в лучшем случае попали к новым коллекционерам. В худшем случае он еще при жизни передал свою коллекцию в русский музей и патрон в русский музей. Да, но это не спасло. К сожалению, целостность не спасло. Да, это не спасло, как и многие другие коллекции. Поэтому вопрос про финансы дореволюционного это всегда удивительно и уникально, потому что любая монета, любой предмет из драгоценного металла, который попадал в Гохран, то есть становился валютой, валютным резервом советского государства, проходил через процедуру обезличивания. В буквальном смысле это означало, что ни роду, ни памяти никто не узнает, кто был владельцем этой вещи. Задача была понятна, потому что никакой институции, никакого отката назад. Если что-то было изъято, значит оно уже никогда не вернется и никогда никто не найдет чья она. Но даже через это обезличивание до сих пор мы можем находить эти предметы. Конечно, говорить о культуре, о каких-то глубинных и хороших вещах это правильно, но узнание про финансы есть и практические аспекты. самый простой это подлинность предмета, потому что если монета существовала уже 300 лет тому назад, очевидно, что сделали ее не вчера. А свойство фальсификации и борьбы с ней в том, что они постоянно совершенствуются, но это как совершенствование щита и меча амбивалентный процесс, и тем самым эксперты тоже расширяют свое познание о подделках. И то, как подделывали монеты в 19 веке, ни в какое сравнение не идет с тем, как подделывают их сейчас. Поэтому если мы знаем, что эта монета уже была в коллекции в 19 веке, очевидно, что она настоящая, если мы видим это на уровне наших современных знаний. Тем самым выше ее ценность, то есть цена. И на данный момент конечно основным источником для получения информации о провинансе являются аукционные каталоги. То есть если монета существует на аукционном на антикварном рынке уже 100, 120, 150, 20, 30 лет, то это конечно о ней очень хорошо говорит. Поэтому здесь мы столкаемся с следующим пластом изданий это аукционные каталоги. И сейчас конечно в основном источник информации о предметах, об их обороте, о том из какой коллекции куда они перешли это пограничный момент, то есть продажа. Но какие наиболее интересны русские провинансы? Следствием вот этих советских изъятий стали распродажи в Европе. Это продавали и живописи из Эрмитажа, продавали и монеты оттуда же. А мы знаем на каких аукционах. Допустим мы знаем аукционы Шлезингера 1935 года и до сих пор регулярно встречаются монеты оттуда. Поэтому если вы видите на аукционе современную монету с провинансом Шлезингер 1935 из дублетов русских музеев, то можно с уверенностью сказать, что допустим эта античная монета была когда-то в коллекции императорского Эрмитажа. Возможно ее приобрела где-нибудь Екатерина II, может быть Петр I, может быть она была подарена кем-то из наших известнейших вельмож. То есть она уже обретает совершенно другое звучание как наша национальная историческая ценность. Очень интересные аукционы ГЕСа 1932 года это уже аукционы по распродаже русских монет не античных. Поэтому разбираясь вот в этом можно набрать некий инструментарий того как искать как находить но рано или поздно вот все это мы собрали приписали в своей коллекции к монете ее провинанс то есть где она продавалась из какой коллекции она куда поступила и дальше мы сталкиваемся а что нам с этим делать и вообще а зачем это зачем коллекционировать что из этого может получиться и как раз вот этими изданиями мы во многом даем на это ответ то есть первое публикуя свою коллекцию вы приватизируете делаете эту монету не только своей собственной но и увековечиваете себя как ее владельца в веках во вторых опубликовав ее вы ее включаете в круг источников и на нее уже могут ссылаться ученые тем самым это неоценимый вклад в науку ну и в конечном счете даже если что-то с ней случится она будет продана она будет утеряна ваша коллекция всегда останется как комплекс как памятник как вот это вот общность случаев обстоятельств находок потерь она уже останется зафиксирована как культурный феномим и вот это самое важное поэтому возвращаясь к значению термина культуры как возделывание воспитание развитие почитания мы своими руками публикуя плоды своих рук своих мыслей и формируем вот это вот ткань культуры а расскажите про коллекцию музея в чем его особенность изюминка вообще считаю что музей когда ходит наоборот такие уникальные вещи это современный жизни небольшой подвиг потому что ваш наручный музей очень глубоко всегда работает и должна сказать как издательство у нас очень интересно и почетно работать с музеем международного математического клуба потому что помимо того что это прекрасный интересный материал всегда это очень высокое качество его подготовки вот несколько слов про музей музей это частный музей в основу фондов его положена личная коллекция Вагита Олег Первого и это пример того как как раз может развиваться коллекция что из этого может получиться и для чего как раз коллекционирование существует начинаясь как просто интерес к монетам к старинным монетам постепенно пополняясь коллекция вышла на международный уровень это коллекция мирового значения наверное самая значительная коллекция античных монет в России исключительно по полноте коллекция золотых монет русских и не единственная такая коллекция но это единственная коллекция которую можно увидеть это единственная коллекция которая публикуется это единственная коллекция предмета которые исследуются с точки зрения их происхождения провинанса значения для русской культуры в ней содержится 10 монет из коллекции Георгия Михайловича но мало просто сказать вот вот эти монетки они оттуда это это ниточка которая вытягивает из небытия целый пласт русской культуры того дореволюционного коллекционирования каждая монета это не только история той эпохи но это история всего того времени через которое она прошла и об этом рассказывают наши выставки текущие будущие то есть все это можно увидеть и в этом собственно и есть главная заслуга и особенность этой частной коллекции меня каждый раз восхищают тот гигантский пласт материала который вы открываете действительно если мы рассматриваем древнегреческие или древнегреческие монеты то вот она вся история смены императоров видишь периодизацию каждые полгода новый правитель невероятно интересные изображения животных птиц возникают на монетах потом должна сказать что в музее дается благодаря уникальному оборудованию возможность рассмотреть каждую монету с обеих сторон и тех кто еще не был в этом музее я вам очень советую побывать там потому что есть экскурсии и для юных посетителей у вас ведь да причем с использованием современных технологий ярочками погружением в эпоху по-настоящему и научной экскурсии музей проводит и аукционы и научные конференции привлекая самую-самую широкую публику поэтому каждая выставка и каждый новый проект это настоящий праздник и для мира педагогов 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 да и каждый раз мы говорим о том что дерзайте собирайте монеты изучайте историю мне кажется у меня такой человек который в детстве собирал бы монеты да но в какой-то момент очень часто происходит утрата понимания зачем это нужно а мы как раз каждому нашему посетителю в том числе и юным посетителям стараемся показать и рассказать зачем это нужно о чем могут рассказать монеты и что вы можете достичь благодаря этому увлечению наверное у вас встречается миссия современного музея то есть помимо собирательства еще проводить какую-то широкую популяризацию а когда это еще частная коллекция ну в современных реалиях это естественно такой небольшой подвиг мне кажется ну это спасибо учредители это точно давайте несколько слов скажем о каждой книге наверное у нас как раз минут осталось про августейшину на уникальная ситуация когда музей выпускает и такое описание полностью жизни владельца коллекции получается это история семьи романовых и история кавказа так прикрепляется то есть очень много тем да она удивительно прежде всего тем что это совершенно свежее основанное не на какой-то литературе а исключительно на архивных материалах исследования написанное замечательным автором Алексеем Николаевичем Алексеевым живо очень цветисто и многообразно с разных сторон описывающие и проблемы нумизматики и проблемы великого князя и проблемы его приближенных и в общем-то вот всю эту атмосферу сослобана в общество того времени поэтому книга должна быть интересна в первую очередь не нумизматом и уже наверное во вторую очередь всем остальным в том числе нумизматом каталог выставки отличается от этой книги тем что в нем представлено гораздо больше количество экспонатов их изображений аннотаций статей научных работников хранителей музеев принимавших участие в этой выставке и по количеству монет с восстановленным провинансом она беспрецедентна пока еще никто столько не собрал это частного музея надо сказать тоже уникально потому что не каждому частному музею музея москвистов и происторический музей на котором как раз мы с вами находимся вермитаж и русский музей дают свои экспонаты а данная выставка участвовало шесть по-моему да государственные музеи семь семь и надо отметить что новизна ситуации в том что это исключительные памятники то есть например златник владимира который в самом историческом музее экспонируется в виде копии у нас он экспонировался подлинником каждая из монет представленных это целая история целый рассказ и редко когда они могут собраться вот такой вот таким массивом нумизматических шедевров вместе да но это конечно памятник труду великого князя и его товарищей нумизматов такая вот во многом биографическая работа заканчивается остается на память эти прекрасные издания и это действительно как вы сказали в веках человек тебя немножко выховечит и память об этом событии выховечивается то же самое с золотом романовым произошло сначала это делалось как выставка но потом это стало честь постоянной экспозиции да здесь собственно опубликована в наиболее полном виде коллекция вагита юсуфовича золотые монеты платиновые монеты и мы очень гордимся тем качеством и тем как представлены были эти монеты потому что если вы откроете большинство нумизматических каталогов там будут вот такие иллюстрации слепенькие где ничего не видно непонятно здесь же мы старались благодаря помощи нашего замечательного издательства представить монеты во всей красе не стесняясь и не пытаясь умолчать все детали все нюансы все мельчайшие особенности которые так любят нумизматы а то что это каталог редкостей и предметов которые иногда некоторые из этих даже никогда не публиковались это безусловно добавляет ему интереса вот и золотые бумажные деньги это тоже довольно интересная книга мы ее предложили знакомить с исследованием музея тибетования золотого монетного стандарта в разных странах мира книга написана двумя авторами Александром Бугловым и Сергеем Холмаковым они известны историй именно в этой области и показательно что музей очень открыт наружу внешнему миру несмотря на то что существует строгий режим как в гохран ты попадаешь в музей ну это абсолютно оправданно и попав в такое пространство я каждый раз испытываю трепет чувство уважения восхищения спасибо с книгой можно познакомиться в нашем стенде в Шатри 3.1 у кого будут какие-то вопросы можно писать в соцсетях настроенщики музея настроенщики соиздательства мы с удовольствием ответим на эти вопросы и приходите в музей до свидания ждем вас всего хорошего до свидания